Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город. Чем запомнился уходящий четверг его жителями, что больше всего обсуждали в городе, узнаем в ближайшие 20 минут. И вот о чем пойдет речь далее. Жестокое убийство Светлом получило продолжение. Подозреваемый в расчленении женщины задержан и дал первое признательное показание в суде. Приезд Путина и масса мифов о его визите. Антон Алиханов подвел итоги ревизии главы государства на Калининградской земле. Бдительность жителей поражает и в то же время радует. Посетители зоопарка помогли задержать похитителя попугая после преступления у птицы стресс, а задержанный ожидает вердикт суда. Вернуться в прошлое и окунуться в атмосферу исторического сражения. Как еще с пользой провести выходные в Калининграде? Страшная авария на Московском проспекте. Иномарка пыталась уйти от преследования полицейских. Ну и главная тема дня. В Светлом задержали подозреваемого в громком деле о расчленении женщины. Напомним, 14 августа на судоходном канале были найдены части человеческого тела. Сначала местные жители обнаружили голову, затем ногу, две руки и еще одну ногу. В ходе расследования выяснилось, что это 51-летняя местная жительница, которую по предварительным данным убил сожитель. Сейчас преступник находится под стражей и ждет приговора суда. Сегодня в Светлом прошло первое заседание. С подробностями моя коллега Арина Грандж. Партнер рубрики «Тема дня» группа компании «Ваш ломбард». Светловская головоломка следователями раскрыта. Подозреваемого в таком страшном преступлении нашли всего за несколько дней. Более того, он сам пришел в полицию и дал признательные показания. А также рассказал всю хронологию событий того вечера, когда произошло убийство. На кадрах оперативной съемки подозреваемый в деталях рассказывает о том, как совершал убийство. В мусорной контейнере около своего дома мужчина выбросил пакеты с отрезанными частями тела своей сожительницы. Предварительно расчленив свою возлюбленную дома в ванне с помощью ножа и пилы. В ночь с 9 на 10 августа пара распивала спиртное у себя в квартире. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт на почве ревности. Женщина обвинила сожителя в измене и оскорбила его. В ответ мужчина задушил потерпевшую электрическим кабелем. После чего мужчина отнес тело в ванну, где оно пролежало несколько дней. Желая скрыть следы убийства, он решил расчленить женщину. Как рассказывает подозреваемый, сначала он отрезал голову, руки и ноги, затем выбросил их в судоходный канал. Туловище и внутренние органы подозреваемый расфасовал по пакетам. Часть отнес в мусорные баки, а часть оставил на балконе. Спустя несколько дней местные жители обнаружили голову, которая всплыла на поверхность воды. Скрыть все улики преступнику не удалось. В ванной, да, разделывали? В ванной, да. Сколько лежало там тело? Сколько там лежало? Когда начал разделывать, уже ближе к трем суткам. Я думал, думал, а потом взял и сорвался. Разделали? Да, вот начал попробовать, смотрю, режется. В квартире мужчины полицейские нашли орудие убийства, несколько ножей и пилу, а также разделочную доску. Мужчина сразу признал вину и дал признательные показания. В четверг прошло первое судебное заседание, после чего мужчину взяли под стражу на два месяца для выяснения всех деталей убийства. О подозреваемом известно всего несколько фактов. Мужчина, уроженец города Светлый, официально нигде не работал, часто выпивал. Жалоб от соседей никогда не поступало, был холост, детей нет. За 52 года единожды привлекался к административной ответственности. Что касается женщины, то о ней пока никакой информации нет. Арина Гранш, Андрей Чезов, Служба новостей город. Партнер рубрики «Тема дня» группа компании «Ваш ломбард». Ну и к другим темам. Накануне Калининград посетил президент Владимир Путин. Он провел в городе около 15 часов. Сразу после события журналисты стали обсуждать визит главы государства. Одни предположили, что это был тур в поддержку в Рео губернатора перед выборами. Вторые, что командировка лидера носила исключительно рабочий характер. В четверг Антон Алиханов решил прояснить ситуацию и пригласил журналистов на пресс-конференцию. Антон Алиханов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи с президентом. В целом, по его мнению, все прошло замечательно. Владимир Путин был в хорошем расположении духа. Серьезных замечаний по работе в Рео губернатора не было. Однако осталось еще много вопросов, которые лидер страны поручил решить лично Антону Андреевичу. Так, например, проблему отсутствия льгот на перелеты для калининградцев. Уже известно, что власти планируют убрать НДС, которая позволит снизить стоимость на билеты, но оставить субсидирование только для определенной категории граждан. Личное ощущение было такое, что отмена НДС плюс продолжение действия с программой субсидирования для льготных категорий, о которых говорил Максим Юрьевич Соколов. Это по аналогии с тем, что было у нас в 2011 году. Молодые люди, девушки до 23 лет и люди старшего поколения после 60. Для них прямые субсидии, а для всех остальных, собственно, 10% отмен. Но данное решение вступит в силу только в январе 2018 года, даже несмотря на то, что субсидии на этот год уже закончились. Также Антон Алиханов рассказал о сроках завершения работ Приморского кольца. Стало известно, что они начнутся в 2019 году и будут финансироваться из федерального бюджета. Ну и завернувшегося в город тепла в пятницу 18 августа из Калининграда до Светлогорска и Зеленоградска и обратно назначены дополнительные электрички. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги. Ну а о других новостях четверга расскажем в рубрике «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». С 11 сентября на двух площадках в районе Южного вокзала запретят парковаться всем видам транспорта. По улице Железнодорожной будут установлены дорожные знаки. Остановка запрещена с табличками «Работает эвакуатор» и «Кроме легковых автомобилей». В последние несколько лет легальные перевозчики жалуются на невозможность забрать пассажиров на стоянке. В городской администрации подчеркнули, что нововведение затруднит работу лишь нелегальных автобусов. В ярмарке местных производителей возле дома советов больше не будет. В сентябре рынок выходного дня переедет на проспект Калинина. Его планируют открыть на месте старых складов с правой стороны, в старом форте. Уже сейчас эту площадку приводят в порядок. Планируется, что в субботу и воскресенье все склады будут закрыты, а ярмарка будет работать. Как сообщили чиновники, рынок могли разместить на Сельме, возле Дворца спорта «Юность» или под вторым эстакадным мостом. Но жители проголосовали против. В деревне викингов под Зеленоградском появится верфь для кораблей. Представитель этого городского округа Павел Боровиков посетил польский город Пруч-Гданьск. Там и была достигнута договоренность о включении известного фестиваля КАУ в программу приграничного сотрудничества России и Польши. Совместный проект позволит расширить территорию деревни эпохи викингов, а также построить верфь и корабли. Фестиваль КАУ проводится в Калининградской области с 2006 года. Балтика снова встречает гостей. В субботу, 19 августа, на родном поле наша команда встретится с Воронежским факелом. Чтобы сэкономить время и не стоять в очередях, руководство клуба рекомендует болельщикам приобретать электронные билеты в интернете на сайте kassir.ru. Напомним, накануне Балтика проиграла команде «Зенит-2» со счетом 2-0. После поражения футбольный клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице. От зоны переходных матчей нашу команду отделяют всего два очка. Первый городской канал открывает новый набор «Школу телеведущих». Если ты хочешь попробовать себя в роли ведущего новостей, получить навыки работы журналиста, а также узнать, как создаются реалити-шоу и еще освоить ораторское искусство и научиться делать телевизионный макияж, тогда записывайся прямо сейчас в «Школу телеведущих» по номеру 92-10-32. Стоимость обучения 5000 рублей, количество мест ограничено. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Пьяный посетитель пытался вынести из Калининградского зоопарка попугая стоимостью 150 тысяч рублей. Мужчину задержали на выходе со спортивной сумкой, в которой и сидела птица, сообщает прислужба полиции. Нарушитель гулял по территории с женой и детьми. В какой-то момент он отстал от компании, вскрыл клетку, в которой сидел попугай, посадил его в сумку и ушел. Благодаря обдительности других посетителей мужчину удалось поймать. В разговоре с полицейскими задержанный признался в содеянном и выразил раскаяние. Против него уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит заключение до трех лет и девяти месяцев. Птица же сейчас находится в отдельном вольере. Ее осмотрел ветеринар. Физическое состояние попугая в норме. Но он испытывает сильный стресс. Как говорят зоологи, у птицы случился нервный срыв. И на данный момент она принимает антидепрессанты. В открытый вольер попугая выпустят не раньше, чем через несколько дней. Нарушитель гулял по территории с женой и детьми. В какой-то момент он отстал от компании, вскрыл клетку, в которой сидел попугай, посадил его в сумку и ушел. Пока он засовывал птицу в сумку, она его покусала. Благодаря об деятельности других посетителей мужчину удалось поймать. Какие цели наметил себе мужчина, когда предусмотрительно, захватив с собой большой рюкзак, вскрыл клетку и похитил редкого попугая, непонятно. Но со слов офицеров, кто задерживал его, нетрезвый, к слову, папа двух детей, выбрал эту уникальную птицу себе домой. И теперь искренне сожалеет, что нарушил безмятежную жизнь зоопарка. Ответить за поступок ему придется. Закон на стороне беззащитных, кто даже не в состоянии попросить о помощи. В отношении 35-летнего калининградца, который пытался украсть из зоопарка попугая какаду, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Попугая по кличке Сахарок, которого пытался украсть пьяный калининградец, привезли в зоопарк год назад. Редкий вид малукского какаду транспортировали из Москвы. Здесь у него сложилась пара через три года. По словам сотрудников зоопарка, они ожидают потомства. Сейчас птица находится в отдельном вольере. Его осмотрел ветеринар. Физическое состояние попугая в норме. Но он испытывает сильный стресс. Как говорят зоологи, у птицы случился нервный срыв. И на данный момент она принимает антидепрессанты. В открытый вольер попугая выпустят не раньше, чем через несколько дней. Калининградец на микроавтобусе пытался провести через пограничный пункт Мамонова запрещенный табак СНЮС. При досмотре сотрудники таможни обнаружили в автомобиле сразу несколько тайников. Из них извлекли 1200 банок с веществом. Предположительно, там был некурительный бездымный табак, продажа которого запрещена в странах Евросоюза и в России. Товар изъяли и отправили на экспертизу. Наш эфир продолжает новости с места происшествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кадрах видно, как автомобиль Шкода и велосипед поворачивают одновременно. На пересечении они столкнулись. В аварии никто не пострадал. Накануне на Светлогорской трассе столкнулись два автомобиля «Фольксваген». ДТП случилось в районе поселка Ольшанка. У одного из автомобилей сильно пострадала задняя часть, у другого разбит перед. По сообщению свидетелей, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются. В Зеленоградском районе неизвестные расстреляли указатель к мемориалу воинам-мотоциклистам. На металлической табличке, которая установлена у поселка Шатрово, видны следы от нескольких пуль. Всех, кто видел произошедшее, администрация просит позвонить по круглосуточному телефону. 8, код города 40150, номер телефона 32595. За информацию, которая поможет найти вандалов, назначено вознаграждение до 50 тысяч рублей. Алексей Колодкин, Арина Гранж, Служба новостей, город. На календаре четверг, а это значит, что пора готовиться к выходным. Середина августа традиционно принесла в Калининград череду фестивалей. Чем заняться в ближайший уикенд и как интересно провести время с семьей, дайджест лучших событий субботы и воскресенья продолжит наш эфир. Партнер рубрики «Планы на выходные» – стендап Калининград. Короче начинается. Уже в эту пятницу в городе стартует любимый фестиваль калининградцев. 18 августа Короче откроется традиционной красной дорожкой. Затем неизменная трансляция фильма в Центральном парке. На большом экране покажут сразу несколько картин, а представлять кино приедут именитые режиссеры и актеры. Елена Исенбаева, Анна Меликян, Ингиборга Дабкунайте и Гоша Хуценко. И это только в первый день. Фестиваль будет идти в городе с 18 по 20 августа. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте короче-кино.ру. На этом фестивале не заканчиваются. В субботу, 19 августа, всех калининградцев приглашают на военно-историческую реконструкцию «Гумбининское сражение». 120 реконструкторов на одном поле в поселке Лермонтово. В этот раз организаторы учли все ошибки прошлых лет и подготовились основательно. Торговые точки, площадки для детей, интерактивная зона, бесплатный автобус, пешеходные дорожки, информационные щиты и парковка на 6000 мест. Площадка будет открыта для гостей с 11 часов. Сама же реконструкция начнется в 2 часа дня. Из Гусева будет организован бесплатный подвоз зрителей и обратно через каждые 15 минут. Всего будет работать 15 автобусов. Любители активного отдыха приглашают на фестиваль «Тортуга-фест-2017». Спорт, музыка и много фана. Хватит скучать на пляже и в клубах. Одевайте бортшорты и купальники и покажите, на что вы способны. Именно так организаторы призывают всех калининградцев приехать в эти выходные 19 и 20 августа на Голубые озера. В программе вейкбординг, сапсерфинг, кайтбординг, витсерфинг, флайборд, аквабайк, склайн, воркаут, пляжная фитнес-битва, силовой экстрим и бикини-конкурс «Черная жемчужина». Начало праздника в 10 утра. Привет, калининград! Меня зовут Руслан Белый. 9 сентября в 19.00 в концертом в зале «Янтарь Холл» состоится мой сольный стендап-концерт. Да-да, вам не послышалось. Российский комик-член команды КВН «Седьмое небо» Руслан Белый едет в наш город. До концерта осталось меньше месяца. Советуем поторопиться и купить билеты. Их можно приобрести на сайте янтарьхолл.рф или в кассах концертного зала в Светлогорске. Повторяем еще раз, чтобы не забыли. 9 сентября в 19.00 в зале «Янтарь Холл». Сольный концерт Руслана Белого. Партнер рубрики «Планы на выходные» Стендап Калининград. Австралийские власти собираются ввести новое правило использования в стране криптовалют, в том числе биткоина. Они станут частью нового законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. О других новостях бизнеса и финансов расскажем в нашей традиционной рубрике. Партнер рубрики «Бизнес новости» Стоматология Диамет. Здравствуйте. Американская исследовательская компания «Нетбейс» представила свой ежегодный доглад о самых популярных мировых брендах. Первых пять компаний из списка в Facebook – 21 опрошенных. Амазон и eBay – по 20%. Apple и Snap принадлежат к миру высоких технологий. Изучались отзывы пользователей из соцсетей Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr и другие. Обрабатываемые запатентованные компанией технологии. В день на Facebook ставят 175 миллионов лайков. Другая социальная сеть Snapchat впервые вошла в лист, депутировав сразу на пятом месте. Google купила белорусский стартап iMeter – бывших топ-менеджеров Mail Group. Сумма сделки не раскрывается. По словам собственника Юрия Нильничека, произошла именно покупка компаний, а не сделка ради приобретения сотрудников. iMeter разрабатывает технологии компьютерного зрения, которые позволяют распознавать и обрабатывать изображения. А также работает над запуском нейросетей на мобильных устройствах. Ростех потратит 800 миллионов рублей на подключение к антихакерской системе. В течение этого года уже были подключены Росэлектроника, высокоточные комплексы, Техмаш и Объединенная двигателестроительная корпорация. До 2018 года планируется подключить к этой системе до 100 предприятий, отметили в госкорпорации. Напомним, в июне российские украинские нефтяные, телекокоммуникационные и финансовые компании пострадали от атаки программы-вымогателей ПТ. Она распространялась в аналогии с вирусом Вонограй, блокирует компьютеры и требует перевода от 300 долларов в биткоинах. Минэкономика планирует отменить штрафы для крупного бизнеса за первые допущенные нарушения. Таким образом, Минэкономика рассчитывает снизить коррупционные риски и пресечь практику, взято контрольным органам. Сейчас предложение Минэкономики проходит согласование в других ведомствах. В случае его утверждения, министерство разработает соответствующий законопроект. Продолжение строительства Приморского кольца начнется не раньше 2019 года. Проектную документацию по трассе Светлогорский янтарный, соответствующей ответвлениями до населенных пунктов, передадут федералам. Проценка 2012 года. Участок трассы от Светлогорска до Янтарного обходится 18 миллиардов рублей. Продолжением до Палтийска 50 миллиардов. Сейчас дорога перегружена. К 2022 году увеличение грузопотока ожидается более чем в 2,5 раза. Поэтому дальнейшее увеличение невозможно без строительства автодороги, считают эксперты. Партнер рубрики «Бизнес новости» – стоматология «Диамет». Наслаждаюсь летом, гуляя с ребенком, ищу девушку. Что радует калининградцев этим летом, смотрите в нашем традиционном опросе. Я еду на дачу в гостях. Здесь еду на море. Девушку нашел себе очень хорошую. Мы сегодня гуляем по Калининграду. У меня старая отрасль, я уехаю в Калининграде. Идем в зоопарк, смотрите в ваш чудесный город. А вот стоит ли на выходные ехать за границу, подскажет информация о курсах валют. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». Курсы валют на пятницу, 18 августа. Доллар США 59 рублей 24 копейки, евро 69 рублей 53 копейки, польские злоты 16 рублей 33 копейки. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». Не успели горожане насладиться прохладой, как в Калининград снова пришла жара. Какой погода будет завтра на Балтии? В Калининграде 17 августа днем плюс 22 малооблачно. В Калининграде 17 августа плюс 22 – дождь. 19 августа днем плюс 19 облачно. В Гданске 17 августа плюс 21 ясно. 18 августа 23 градуса тепла, дождь. 19 августа плюс 19 ясно. В Вильнюсе 17 августа плюс 23 – облачно. 18 августа 25 градусов тепла, гроза. 19 августа плюс 24 – облачно, дождь. И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин. И до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова